Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. И от себя лично, и от лица всего нашего агентства, Белорусского телеграфного агентства, слова соболезнования всем пострадавшим и близким погибших. Я понимаю, что людей уже не вернешь, но вот то, что сейчас нужно провести тщательное, хладнокровное расследование всего произошедшего. Это очевидно. ФСБ сообщает о том, что они ехали к украинской границе и имели там контакт, и были планы перейти эту границу. О чем это говорит, в первую очередь, на ваш взгляд? Естественно, если они рвались на украинскую границу, тут очень нетрудно догадаться, куда они уносили ноги. Я думаю, что нас еще ждет множество других деталей, когда удастся, говоря образом, зацементировать вот эту украинскую версию и представить народу неопровержимые факты. Разобраться с этими людьми, разобраться с их показаниями, разобраться с их инструкторами и так далее, предстоит большая, емкая и многотрудная работа. Но если все совпадает, если так быстро удалось арестовать подозреваемых, то тут, конечно, надо. Ну что тут говорить? Тут надо похвалить наши службы за то, что они сумели столь оперативно сработать. Столько совпадений, что вряд ли можно это все назвать случайностью. Но еще к этой версии. Вы помните, и не только вы, все, наверное, помнят, кто у всех следит за темой, как в районе 8 марта США и Британия предупредили своих граждан, которые находятся в Москве, по возможности не посещать массовые мероприятия, потому как они что-то знали о каких-то опасностях и вероятностях террористических актов. Опять же, совпадение. Ну там вроде бы еще была одна принципиально важная добавка, на которую нельзя обратить внимание. Там, по-моему, указывалось в течение 48 часов. Вот я на это обратил внимание. Ну, и я думаю, что это весьма возможно было связано все-таки с нашей белгородской трагедией. Ну, а то, что американцы, да и другие натовцы погружены, как мы знаем, теперь в дела не только вооруженных сил Украины, но и террористических организаций, это уже давно и хорошо известно. Они уже даже не стесняются, сидя в посольствах, здесь управлять россиянами, москвичами. Где они должны собираться? Какие лозунги они должны источать? Даже в какой форме приходить, чтобы обязательно, например, один из элементов одежды был или белым, или голубым? Вы знаете, иностранные дипломаты, они же разведчики, они по самые ноздри погружены в наши российские дела и, в общем-то, управляют многими процессами, особенно связанные с пятой колонной, с оппозицией и так далее. Ну, а о настрое дипломатического корпуса Запада, скажем так, да, вы, конечно, можете судить по тому хамскому выпаду, который был тот день, когда Министерство иностранных дел пригласило их всех по-человечески, пригласило в гости. И никто из них не пришел. Тут, как говорится, дальше и маски не надо сбрасывать. Вот оно, истинное отношение западной дипломатии к России. 22 марта 43-го года, день, когда сожгли хатынь. Хатынь, да. Вопрос, который повисает в воздухе. Снова совпадение. Сценарий тот же, под большому счету. Там стреляли и жгли, здесь тоже стреляли и жгли. Вы знаете, я в данном случае не имею права морального выстраивать какие-то совпадения, потому что фашизм, его проявление бесконечное, и он не всегда связан с датами. Он не ориентируется ни на какие исторические даты, трагические или нет. Вообще это явление внесезонное. Раз уж вы затронули братскую мне Белоруссию, то я обязан сказать вам о другом. Вот вы сейчас по-человечески выскалили соболезнования семьям погибшим и раненым во время трагедии в этом развлекательном центре Крокус. Вы видите, что происходит с человечеством? С одной стороны горючие слезы, а с другой стороны радость. Интересное явление, да? Но, наверное, не будем ломиться в открытую дверь, изобретать велосипед. В недрах людских всегда были люди, которые имеют разные взгляды, разные отношения к тем и иным явлениям, событиям, датам. Будь они печальны, траурны или радостны. Вы знаете, можно по-разному относиться к каким-то событиям и датам, но когда речь идет о таких событиях, здесь, ну, я не знаю, тогда реакция любого – это такая, ну, лакмусовая бумага. Я знаю, что уже вчера вечером и на протяжении всей ночи и прямо сейчас в Минске, и не только в Минске, люди несут цветы, люди ставят свечи и искренне сами идут просто по зову души, чтобы как-то проявить солидарность в первую очередь с братским российским народом. Но, должен сказать другую вещь, я тут в ночи попробовал читать паблики украинские. Честно скажу, лучше бы не читал, вот, потому как вера в человечество может угаснуть навсегда, почитав вот то, что там люди пишут. Как радуются, действительно радуются тому, что произошло. О, это сложнейшая проблема, которую вряд ли можно будет теперь решить и через сто лет. К чему это я говорю? Ну, вы знаете, что две центровых задачи нашей специальной операции – это демилитаризация, да? Вы знаете? А есть такая задача, как деноцификация. А давайте без занаученных терминов, без какой-то научной лексики скажем, а что такое деноцификация, касательно и применительно той проблемы, о которой вы говорите. Ведь отстиривание мозгов от бандеровской заразы, националистической, нацистской, фашистской заразы, она потребует у нас очень и очень много времени. Если на переформатирование мозгов украинцев, я не скажу, что всех, нет, нет, я был бы брехливым человеком, огромной массы украинцев, переформатирование огромной массы украинцев, ведь потребовалось, ну, минимум 30 лет. Хотя и бандеровщина, и нацизм, они все равно жили в недрах и клубились в недрах украинского общества. Но дело в том, что политика советского государства душила любые проявления вот такого нацизма, бандеризма, скажем так, и так далее. Как только лопнул этот обод, который сдерживал эту бандеровскую джинну, мы сразу получили, в общем-то, свободно перевоспитываемое украинское общество, где преступникам присваивали золотые звезды героя Украины, не мне вам рассказывать. Вы спрашиваете, что делать? Пожалуй, у нас для начала все-таки надо выполнить первую задачу. Нам надо, прежде чем приступать к деноцификации, ну, частично, объективности ради будем сказать, на той же Донецкой земле, Луганской земле, Херсонской, Запорожской, деноцификация уже начинается. Да, вы понимаете, там и школы на русском языке, там литература, там газеты, там средства массовой информации, которые начинают, не побоюсь сказать, промывать мозги граждан в нужном направлении, нужной России направлении. А что мы будем делать с той же Западной Украиной, которая от макушки до ногтей на ногах пропитана бандеровщиной? Вот пока в мире не изобрели такую машину, которая могла бы чудесным образом даже за 10, за 20, даже за 30 лет перелопатить человеческое мировоззрение. Потому я говорю, что на это потребуется не одно, не два, а может быть и три поколения. Но базовым условием для деноцификации, конечно, будет являться наша победа над вооруженными силами Украины в ходе специальной военной операции. Потому что мы можем здесь, сидя в Москве или в Минске, говорить сколько угодно о деноцификации, но пока не будут взять под контроль определенные территории Украины, раз, или же пока не будут приняты условия России, а вы знаете, что мы их выдвигали, да? Это, вы понимаете, это новая конституция, это новое правительство, это новая идеология, это новое образование, это соответствующие средства массовой информации, это безъядерный статус, это запрет на разрешение иностранных. Тут целый букет особенностей. Это все то, что будет подпирать деноцификацию или то, что поможет нам решить ту проблему, о которой вы говорите. Как думаете, вот эти события, трагические события, которые произошли вчера в Крокус-Сити-Холле, могут ли они стать триггером для каких-то более масштабных событий, в том числе и на территории Украины? И если да, то нет ли здесь такого, знаете, хитрого расчета, чтобы спровоцировать как раз-таки руководство России на какие-то необдуманные, возможно, действия? Хороший вопрос. Хороший. Я сейчас с вами поделюсь некоторым течением, которые возникают в российском общественном мнении. Например, вы не поверите, среди множества версий, не знаю, как сегодня в России версии, как клопов в грязном диване. Вот одна из версий меня очень серьезно позабавила. Я поделюсь с вами, дорогой брат. Говоря, что этот теракт придумали российские спецслужбы. Зачем? Зачем, чтобы Путин на фоне этого чрезвычайного акта провел мобилизацию, таким образом, найдя повод для того, чтобы заткнуть рот тем, кто боится мобилизации или считает ее нежелательной. Вы видите, какие вывертоны зачастую получаются в российском общественном мнении? Тут чего только не начитаешь. Один из известных военных экспертов уже договорился до того, что это в общем-то было организовано Макроном. Это французская служба. Знаете почему? А вот вы помните, когда Макрон бил грушу в этих перчатках? Это был уже сигнал тому, что пора уже проводить на территории Крокосхилы этот теракт. Ну, здесь от смешного до трагического, конечно, зачастую очень недалеко. Они существуют в таком иногда родственном состоянии. Вы спрашиваете, что может быть на Украине? Мы видим, на Украине сегодня преобладает радость. Давайте беспощадно говорить. Особенно радость среди тех, кто ненавидит россиян, среди тех, кто призывает убивать русских. Вы знаете, да? Вот эта часть народа я не хочу говорить и никогда не говорю за весь украинский народ. Украинский народ – это очень две, бывают минимум два сословия гигантских. Это нормальные люди, которые не хотят ни войны, которые возмущены тем, что запрещен русский язык, за то, что запрещены оппозиционные средства массовой информации. Это люди, которые хотят жить в мире с Россией. А есть вот вторая кодла, вот эта обозленная, с такой, вы знаете, бандеровской психикой. Это люди, которые, возможно, опять готовы прибивать к дубу грудных молодец с ржавыми гвоздями. Мы знаем, что происходило во время той же Волынской резни. Люди вот эти, они же исповедуют вот такую идеологию. Лютая ненависть ко всему русскому. Беларусь готова подставить плечо в любом формате. Это слова посла Беларуси в Москве. Лукашенко и Путин поговорили уже по телефону. Глава государства выразил тоже свои соболезнования от себя, от всего белорусского народа. И вот сейчас появляется информация, что белорусские спецслужбы помогали России не дать уйти террористам через границу. Информацию распространяют, опять же, со ссылкой на посла Беларуси в России крутого. Минздрав белорусский заявил о том, что любую помощь, которую могут оказать белорусские медики, она будет оказана. Сейчас очень много в российском обществе говорят о том, что подобное все равно нас не сломает. И только объединит, и только сплотит, и только сделает сильнее. Насколько и Беларусь, и Россия сейчас укрепляют свои связи? Когда я слушал ваш вопрос, я подумал вот о чем. Не дай бог, подчеркну. Не дай бог, допустим, аналогичное могло произойти в Беларуси. Скажите, кто первый протянет руку, кто первым позвонит батьке Лукашенко, кто первый скажет, братья, какая помощь нужна, а кто первый сядет в самолет и прилетит, и представит там своих специалистов. Ну, конечно, это россияне. У меня нет никаких сомнений, абсолютно нет никаких сомнений, что в любой беде, в любой беде, в любом несчастье будет с нами родной до боли, без всякой натяжки скажу, братский белорусский народ. Вот я в этом, например, не сомневаюсь. Вы спрашиваете, как, в общем-то, у нас сотрудничество происходит. А я хочу сказать вам просто. Мне сегодня трудно назвать область, где бы не сотрудничали русские с белорусом. Ну, вот любая политика ли, экономика, культура, наука, спорт, вы посмотрите, пожалуйста, идет нормальное сращивание двух субъектов союзного государства, причем, хочу злопыхателям белорусским, которые меня сейчас слушают, причем Россия делает это чрезвычайно аккуратно, ни на миллиметр, не покушаясь на белорусский суверенитет. Любят у вас языка-то эти гнилозубые оппозиционеры писать здесь нам в Москве, что Россия поглощает, Россия поглощает суверенитет, что ни в коем случае, дорогие братья, мы знаем, что такое белорусский суверенитет. Вы знаете, что там не только скальпелем, а волоском нельзя покушаться на какие-то грани белорусской жизни, которая могла бы привести к обиде, к уменьшению каких-то аспектов национальной политики, национальной культуры, национальной экономики и так далее. Мы понимаем, с кем им дело, и мы понимаем, в каком государстве мы живем. Также, собственно, такую же точно политику проводит и Белоруссия. Спасибо. Это самый надежный фундамент для того, чтобы у нас развивалось и упрощивалось сотрудничество союзного государства. Я тут забыл упомянуть, как военный человек, а по военной области. Пожалуй, мы тут шагнули шире, чем во всех других областях. Вот вы когда перечисляли, в каких областях мы сотрудничаем, это действительно так, то, вы знаете, очень хотелось бы, чтобы это сотрудничество действительно было в науке, в спорте, в культуре, в искусстве. Но, видите, жизнь нас толкает и к сотрудничеству, в том числе и в военной сфере, и по линии спецслужб. Самое главное, на мой взгляд, самим не потерять человеческое лицо. Хладнокровно, очень хладнокровно, эпидантично, если хотите разобраться сейчас с тем, что произошло, найти не только исполнителей, но и заказчиков. Это самое главное. И сделать соответствующие выводы, правильные выводы. И всем, и россиянам, и белорусам. Всем вместе. Да, безусловно. Потому что сейчас осталась такая ситуация, когда не может быть белорусской или русской беды, или российской беды. Эти все беды, как и праздники, они превращаются в наше общее чувство. Но я еще и другому хочу сказать. Я очень бдительно отношусь, как и наши россияне, к тому, что если в России, подчеркиваю, смотрите, какой я справедливый, если в России, если в Беларуси люди, которые люто хотят посыпать дустом нашу дружбу, вот им не имется, не имется. Им там в харю засунут американцы батон американских денег. Он готов работать на разрыв российско-белорусских отношений. Давайте беречь это великое достояние. Оно нам с большим трудом достается. И его надо беречь. Пусть даже боевого знамени, которое есть в каждой воинской части. Вот это наше единение, братство, не на словах, а на деле. Оно и должно быть знаменем, которое мы никому не дадим наклонить, а тем более отнять. Спасибо большое, что нашли время для этого разговора. Еще раз наше соболезнование и слова сочувствия всем, кто так или иначе пострадал от этой трагедии. Уверен, что после всего произошедшего мы станем все-таки сильнее, исполоченнее. И вам всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok